Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестирую уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 56 миллионов рублей. Его можно увидеть здесь на канале по субботу. Российская экономика и фондовый рынок начинают буксовать. Причин несколько. От непонятных перспектив по нефтяным ценам до очевидных инфляционных проблем. К тому же продолжают снижаться реально располагаемые доходы населения, которые способны повлиять негативным образом на рост потребительского спроса. Единственное, что сейчас продолжает вытягивать экономику, это сравнительно высокие цены на энергоносители. При этом цифры экономической статистики от Минэкономразвития и от Росстата очень даже неплохие. Даже заметно выросли розничные продажи в третьем квартале. А по телевизору уже сказали, что Россия вышла из кризиса, но почему-то люди все меньше и меньше могут купить на свои деньги. Да и самих денег заметно убавляется. У бизнесов тоже денег больше не становится. Растут ковидные издержки, растет производственная инфляция, растет стоимость денег после очередного повышения ключевой ставки ФРС. Дополнительно очевидна перспектива снижения потребительского спроса со стороны беднейшего населения. Эксперты высшей школы экономики констатировали, что подъем промышленного производства приостановил свой рост, потеряв восстановительный импульс еще в начале 2021 года. Но пока помогает добыча сырья и энергоносителей. Однако энергетический кризис не вечен. Ситуация в мире может наладиться уже в начале нового года. Признаки стабилизации цен на энергоносители уже появляются. Но мы с вами знаем, что выгоду от высоких цен на нефть и газ получают прежде всего компании, продающие сырье и энергоносители. Также распухает бюджет Российской Федерации. Это факт, все это хорошо известно. Считается, что правительство копит деньги на случай наступления сложных экономических времен. Хотелось бы верить, что деньги в бюджете реально потратят на нас с вами в тяжелые времена. Но вот почему текущий период времени не считается тяжелым, мне непонятно. Население беднеет уже давно, многим реально уже сейчас тяжело сводить концы с концами. Мне все чаще и чаще пишут в комментариях, что инвестиции это конечно хорошо, но вот только на какие такие деньги их сейчас осуществлять, если все уходит на еду и на детей. Конкретно вот сейчас мы с вами не получаем никаких преференций от высоких цен на энергоносители. Как выживают одинокие неработающие пенсионеры я совершенно не представляю. Им вообще не важны красивые показатели роста с телевизора, а вот разорительную инфляцию они, да и мы все с вами вместе, ощущаем очень хорошо и сразу. И кстати, справедливости ради стоит отметить, что Центральный банк озабочен резким ростом инфляции, именно поэтому он повышает ключевую ставку, ну в том числе и поэтому. Но и высокая ключевая процентная ставка бьет по экономике и по карманам конечных потребителей, другим концом, через рост стоимости денег, через удорожание кредитов. И понимая все это, несложно увидеть явно негативную перспективу по росту российской экономики. Тут и население прижмет последние деньги, и производители притормозят дальнейшие инвестиции в расширение производства. Да и локдаун, и перспектива его возобновления в некоторых регионах страны – это тоже негатив. И здесь даже нечего объяснять, все и так очевидно. Вот и получается, что если правительство не примет какие-либо стимуляционные меры для поддержки экономики потребительского спроса, то как минимум стагнация нам будет очень сложно избежать. Причем негативные изменения в экономической статистике мы уже начнем видеть по итогам четвертого квартала. Далее, ответы на заявленные вопросы на обложке этого ролика. Как выжить и как сейчас инвестировать? Ну, чтобы выжить, то есть как можно меньше зависеть от конъюнктуры цен на энергоносители, от действий правительства и от роста цен, посоветую провести ревизию своего собственного бюджета. Убрать по возможности ненужные и неэффективные расходы, закрыть кредиты, они могут очень сильно тянуть ваш бюджет вниз. Точно не советую брать новые кредиты, потому что если в стране наступят тяжелые времена, то и доход ваш тоже может пострадать, а это прямой путь в долговую яму или в кредитное рабство. То есть, ну, задумайтесь как минимум, если собираетесь брать ипотеку. Как инвестировать? Осторожно. Сейчас даже логичнее увеличить подушку безопасности, ведь именно это, по сути, и делают наши финансовые власти. Накапливают деньги в бюджетную подушку безопасности. В некоторых случаях есть даже смысл прекратить инвестирование, ведь не стоит с фанатизмом урезать свой семейный бюджет только ради инвестирования. Тут тоже должен быть баланс, адекватность и рациональность, без потери финансовой устойчивости. Ну, а на сегодня это все. Всем здоровья, большой профит, и да пребудет с вами сила сложного процента.